Драма в Охотском море На затонувшем траулере были и украинцы Взрывные сутки столицы В Киеве минировали банки и эвакуировали торговые центры Родные стены не помогут Где будут судить Геннадия Кернеса? ТВА закрывает двери Сотрудников компании выставили на улицу До сих пор неясна судьба четверых наших соотечественников Которые находились на траулере Дальний Восток Судно затонуло сегодня в Охотском море Судьбами украинцев сейчас занимается наше генконсульство в Новосибирске Все подробности узнаем у нашего российского сапкора Данила Русакова О причинах крушения судна Дальний Восток известно немного По официальным сообщениям траулер натолкнулся на препятствие И почти сразу ушел на дно Известно, что экипаж даже не успел подать сигнал осоз Трагедия произошла в Охотском море Неподалеку от Камчатского полуострова По данным МЧС на борту было 132 человека Один из них точно гражданин Украины По неподтвержденной пока информации Еще трое членов экипажа могут иметь украинское гражданство Спасатели сообщают Поисковые работы продолжаются В районе бедствия находится 26 судов Задействовано более тысячи человек личного состава Организована работа непосредственно по всем субъектам И со взаимодействующими органами управления На предмет прописки места жительства экипажа Где они прописаны, где проживают Откуда, соответственно, убыли к месту крушения Это фамилии граждан Украины Которые могли находиться на траулере Дальний Восток В момент катастрофы Вот данные, которые публикуют местные СМИ Среди выживших иностранцев украинцы не значатся Всего из воды спасатели подняли 117 человек, 54 погибли Судьба еще 15 неясна Сейчас будут приниматься меры Направленные на допрос судовладельцев судна Относительно технического состояния данного судна В условии проведения рейса И после чего будет уже даваться процессуальная оценка О причинах трагедии, кроме уже известной столкновения Пока ничего не говорят Следователи рассматривают две основные версии Это техническая неисправность и нарушение правил безопасности Данил Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканал Интер Как кормят джезлы на дороге У двоих руководителей столичной госавтоинспекции Изъяли 3 миллиона гривен Элитные часы, драгоценности и даже огнестрельное оружие В прокуратуре Киева раскрыли механизм заработков Руководители ГАИ наладили преступную схему И в течение года еженедельно получали фиксированную сумму Это около 200 тысяч гривен С подчиненных подразделений Следствие еще продолжается Поэтому точно сказать, какой именно срок светит злоумышленникам Пока сложно Срок пока не светит и двоим бывшим сотрудникам спецподразделения Беркут Подозреваемым в массовом расстреле людей Судебное заседание по Обруськину и Зинченко вновь перенесли С чем на этот раз связана судебная волокита Расскажет Максим Кошелев Светошинский суд в зале заседаний прокурор, потерпевший их адвокаты и защитники экс-беркутовцев Самих Обруськина и Зинченко конвойная служба в суд не доставляла Впрочем, уже через несколько минут выясняется, что и смысла не было Дело в том, что до сих пор нет списков присяжных Все стороны процесса соглашаются перенести слушание на конец апреля В прокуратуре говорят В том, что суд над беркутовцами, подозреваемыми в массовом расстреле людей затягивается На этот раз виноват Киевский горсовет Список присяжных, соответственно, до законодательства Сформуется, должен формироваться в Киеве В местном уровне самовырядувания, а именно в Мирской Раде За рассмотрением того, что этого списка нет, мы не можем вызначити Семь осіб, которые должны сперва прибыть наше проведение Напомним, на рассмотрении дела именно присяжными настояли сами Обруськин и Зинченко, поскольку наказанием грозит серьезное Вплоть до пожизненного заключения С момента, когда подозреваемые заявили про это Про свое желание слушать судом присяжных Это их безумовное право, поэтому мы не имеем возможности продолжить Розгляд справа По предварительной информации, Киевсовет должен назначить присяжных к концу месяца На это же время перенесли суд Состоится ли теперь зависит от депутатов горсовета Максим Кошлев, Владимир Самченко, подробности телеканал Интер Ищет компартия, ищет милиция Петру Симоненко не могут вручить повестку В службе безопасности Украины заявляют Лидер коммунистов избегает контактов со следствием Его адвокат пообещал принять повестку уже завтра в офисе КПУ А сам Симоненко ранее уверял, что он в Украине и никакой информации от СБУ не получал Связаться с ним сегодня нам не удалось СБУ, напомню, проверяет действительно ли Симоненко получил место в президиуме КПРФ Родные стены вряд ли помогут харьковскому мэру Судить Геннадия Кернеса будут на выезде В чем причина и как далеко ему придется ехать за приговором Вениамин Трубачев расскажет Судьи несколько часов слушали доводы сторон Представители прокуратуры и пострадавших настаивают, чтобы Геннадия Кернеса судили в Киеве Один из главных аргументов В столице он не сможет оказывать влияние на процесс А вот в то же время адвокат и политика, напротив, считают, заседания должны проходить в Харькове Поскольку у Кернеса после ранения тяжелая болезнь и ездить в другой город он физически не может В итоге судьи приняли решение, которое всех присутствующих удивило Криминальное проведение номер 120, 14, 9, 0, 98, к счету Кернеса, Смитского и Блинника Направить из Иржинского района суда города Харькова до Киевского района суда города города Полтавы Ухвала набирает законные силы в момент проголошения Это решение обжалованию не подлежит Почему уголовное производство передано именно в Полтаву, судьи не объяснили Однако, как говорят участники процесса, здесь есть своя логика Это единственный крупный город между Киевом и Харьковом И чтобы не принять точку зрения одной из сторон, выбрали именно Полтаву Представителей прокуратуры и потерпевших такой вердикт устраивает Некоторые из адвокатов Кернеса имеют связи родственные с судьями и так далее То есть это было бы стопроцентное влияние, так это хотя бы какое-то влияние нивелируется Полтавская область, ничего о судьях не знаю, сказать не могу Думаю, что все будет взвешено и прозрачно Адвокаты Кернеса, напротив, решением суда недовольны Они считают, что это усложнит ход процесса Потому что все ключевые свидетели, это больше 60 человек Все должны будут въездить на допросы из Харькова в Полтаву И самое главное, неизвестно, сможет ли на заседаниях присутствовать сам Кернес Защитники уверяют, врачи запрещают мэру Харькова длительные переезды Из чего исходил суд при принятии такого решения, собственно, я не могу прокомментировать Я считаю, что в данном случае суд просто перестраховался Напомню, Геннадия Кернеса и его охранников обвиняют в том, что они похитили, избили и насильно удерживали двоих участников Евромайдана Все это происходило весной прошлого года в Харькове, вблизи гостиницы «Националь» За такие преступления предусмотрено наказание до 10 лет заключения Когда состоится первое заседание суда в Полтаве, еще не определили Вениамин Крубачев и Александр Данилов, подробности, телеканал «Интер» Еще одного террориста задержали в Харьковской области Боевик так называемой ДНР хотел въехать в Украину через пункт пропуска в Гоптовка 26-летний харьковчанин принимал активное участие в боевых действиях на стороне террористов За это ему обещали денежное вознаграждение В первый месяц был ранен, лечиться сообщники переправили его в больницу Ростовской области За все подвиги задержанному теперь грозит 5 лет тюрьмы Непривычная тишина на фронте в Луганской области Такая, что даже съемочной группе подробностей удалось пройти на подконтрольную боевикам территорию Что увидели в сюжете Станислава Кухарчука Трехъездбинка зимой боевики утюжили село из минометов и градов Весной стало спокойней Выстрелы и взрывы слышны где-то на окраине Михаил сопровождает нас на передний край нашей обороны Северский Донец, боевики когда отступали подорвали мост На местные жители залатали дыры деревянными поддонами По ними переходят с берега на берег Со свободной территории на оккупированную Светлана закупила несколько десятков мешков картофеля на свободной от боевиков территории Говорит, на посадку Там, где она живет, хозяйничают террористы ЛНР Продукты вдвое дороже А куда мне приехали? Мы всю жизнь всегда ездили за картофелем За семенами, за картофелями еще будем ездить, я надеюсь Едва мешки с картофелем успевают поднести к мосту Тут же возникает скандал с военными Наши бойцы заворачивают груз обратно Здесь нет официального пункта пропуска Вы слушаете, вы слушаете меня, нет? Есть официальные пункты пропуска Где официально можно где-то делать Здесь запрещено У меня приказ от высшего своего командования Никого туда с продуктами, только продукты должны быть в сумке В сумке разрешается Все остальное, что больше 150-100 килограмм То есть для коммерции, все запрещено Это называется контрабанда Вместе с нашими военными мы тоже рискуем перейти на тот берег Блокпост так называемых казаков На 500 метров выше переправы Их позиции можно разглядеть невооруженным взглядом Они за нами тоже наблюдают Сегодня не стреляют Хотя позавчера здесь был жестокий бой Двое украинских солдат получили тяжелое ранение Сегодня будем ждать вечерком обязательно после 8 минут Это как доброе утро Не, они тяжелые стреляют техниками, минометами, агрессами Они не подходят на контакт После вылазки на передний край Михаил в плохом настроении Говорит, бойцы ежедневно рискуют жизнью А государство начало понемногу о них забывать Его подразделение уже полгода без ротации А с нового года прекратили выплачивать и премии за участие в АТО Хотя ребята пришли сюда воевать не за деньги, за родину А ее ни за какие премии не купишь Станислав Кухарчук, Сергей Коваль, Анатолий Воробей Телеканал Интер, Луганская область Вот это затишье в Луганской области Сами бойцы объясняют войной разведок И приводят конкретные примеры Станислав Кухарчук с нами на связи Давайте от него узнаем все подробности Стас, здравствуй Во-первых, спасибо тебе за интересный сюжет из трех избенки А вот что за информация по поводу разведчиков? Да, здравствуй, Леш Действительно, хочу повторить Сегодня в Луганской области наступило Пускай условное, но все-таки затишье Хотя боевики продолжают обстреливать и провоцировать украинскую армию На ответный огонь, но применяют в основном стрелковое оружие Вместо этого здесь разгорелась настоящая война разведок Прифронтовая зона буквально кишит агентами российских спецслужб И вот буквально накануне СБУ удалось забежать даже целый семейный шпионский подряд Его главу ГРУ завербовала еще летом Мужчина добывал для россиян военную информацию, естественно, не бесплатно К этому даже привлек свою жену Погорела пара на том, что хотела завербовать свою близкую родственницу Добавок ко всему к этому, сегодня на Зонбасс зашел уже 23-й очередной путинский, так называемый, гуманитарный конвой из России Украинским пограничникам его содержимое, к сожалению, досмотреть не удалось Но погранслужбы заявляют, груз явно не гражданского предназначения Хотя это очень удивительно, ведь жители оккупированных территорий сейчас остро нуждаются в продуктах питания Стас, спасибо за работу Это был Станислав Кухарчук А ситуация в Луганской области там сегодня непривычно тихо Но противоположная ситуация в Донецкой области, на Мариупольском направлении Где география обстрелов только расширяется Теперь террористы стреляют не только по Широкино, попадают и по окрестным селам На месте событий побывал наш корреспондент Александр Пантелеймонов Вот что ему удалось разузнать Поселки Сопино, Пионерское и Бердянское расположены возле Широкино Раньше здесь только слышали обстрелы, теперь сами оказались под огнем Мирные жители отсюда выехали, бросив имущество То, что не успели вывезти, нещадно уничтожают боевики Вот непосредственно минометного обстрела Это воронка огромная от 120-й мины И отрушение по-настоящему чудовищное Вот эту дверь практически вынесло Все кругом посечено осколками Многое просто не подлежит восстановлению Война здесь разгорается с новой силой На днях боевики перечеркнули очередную строчку минских договоренностей Начали обстрел из ствольной артиллерии, которую уже давно должны были отвезти По поселку Бердянское, по поселку Сопино Работала ствольная артиллерия Как минимум 122 мм, предположительно 152 мм Наши бойцы в Бердянском к канонаде уже привыкли Спокойно занимаются своими делами Кто-то чистит оружие, кто-то готовит обед Обстрел обстрелом, а обед просто сад Конечно, конечно Все хотят есть, так что Надо всех накормить Ну, в еде никто не обидел, по крайней мере Тем временем военные говорят Заметили, что террористы четко изучили график приезда наблюдателей По ОБСЕ есть определенный промежуток времени, когда они приезжают Это уже всем известно И только ОБСЕ уйдет отсюда Вот, допустим, где-то в 5 вечера они исчезают И в это время где-то начинается уже обстрел Прощаемся с ребятами, просим, чтобы берегли себя Где-то вдалеке слышны залпы Боевики вновь начинают обстрел Александр Пантелеймонов, Максим Чеблин, Игорь Щепет Подробности, телеканал Интер И сейчас Александр Пантелеймонов с нами на прямой связи Саша, здравствуй Интересно узнать, какая сейчас ситуация в Широкино и окрестностях И насколько мощным был вот тот обстрел, о котором ты только что рассказал в сюжете Далёш, добрый вечер Действительно, нам удалось буквально полчаса назад связаться с бойцами Которые занимают оборону в районе Широкино Они нам подтвердили Обстрел был Был он из тяжелых 120-мм минометов вновь И вели огонь по западной окраине Широкино Но, к счастью, никто из наших бойцов не пострадал Уцелела и вся техника Но ситуация по-прежнему остается напряженной Вот также нам сегодня удалось узнать Что относительно стабилизировалась ситуация в районе поселка Гранитное Это неподалеку от Волновахи Сегодня там не было слышно звуков работы Вражеской артиллерии И относительно было тихо Пока вот такая ситуация, Алексей Спасибо, Саша Это был Александр Пантелеймонов Мой коллега продолжает работать на Мариупольском направлении На линии фронта Но давайте с линии фронта перенесемся на оккупированные территории Мы и сегодня общались с жителями Донецка и Луганска Вот что они рассказали о своей жизни Я сегодня заметила, что гривня откровенно выкисняется из региона Дело в том, что наши обменные пункты сейчас принимают гривню, меняя ее на рубли Но обратный обмен невозможен В Донецке разоружается так называемое незаконное вооруженное формирование Разоружается очень активно На улице даже видела двух людей, лежащих лицом вниз Их обнаружили с автоматами Неизвестно кто, либо бандиты, мародеры Возможно сейчас привезли с продуктовыми супермаркетами Потому что там, ну, как объясняют Некоторые вещи просто берут в гуманитарке Привозят туда и продают, допустим, местным жителям Но там цены, конечно, просто Килограмм картошки сейчас 15 гривен Очень дорогое молочное, очень дорогое мясо Очень дорогие фрукты, овощи Сахар дорогой, потом дорогой очень подсолнечная масса Несколько аптек всего открыто И то там очень мало медикаментов Из того, что было разрушено за последний год войной Ничего не восстанавливается Давно созванивалась с другом Он работал на шахте Сейчас они все в отпусках Не платят ДНР Единственные люди, которые туда сейчас выходят Это работники, которые откачивают воду Хотим мира и жизни По сравнению с украинскими ценами У нас в два раза все дороже У нас очень мало моющих Нет шампуней У нас исчезли с продажи крышки для банок У нас выставили некоторые цену такую Что у нас легче купить огурцы готовые Чем закрыть огурцы домашние Закатывать в этом году мы не сможем У пенсионеров, инвалидов и детей оккупированного Донбасса Появился шанс все-таки получить украинские пенсии И другие виды соцпомощи После сегодняшнего судебного решения Напомню, в ноябре Кабмин принял постановление Прекратить выплаты пенсии и пособий на временно оккупированных территориях Это решение в феврале оспорили пенсионеры Донбасса И суд выиграли Правительство подало апелляцию И вот сегодня Киевский апелляционный админсуд ее отклонил В кабине собираются подавать касацию А нардепы от оппозиции, которые пришли поддержать пенсионеров Считают, вердикт позволяет начать выплаты уже сейчас Выдавки с державного бюджета Бюджеты пенсийного фонда И бюджетов других фондов Державного страхования Действуют только после повернения Згаданной территории Под контроль органов державной влады Очень стыдно за наше правительство Которое судится сегодня С пенсионерами, с ветеранами С одинокими людьми Которые выживают Весь этот год Находясь там На неподконтрольной территории Вместо того, чтобы взять и решить проблему Они пошли судиться С сегодняшнего дня власть обязана начать Платить пенсии и социальные выплаты На Донбассе в зоне конфликта Да, власть сказала, что она еще будет подавать жалобу В касацию, в высший суд Но по закону Решение апелляционной инстанции Сразу вступает в силу Забастовки шахтеров в Угледаре Там, неподалеку от оккупированного Донецка Расположена одна из крупнейших шахт региона Горнякам почти полгода Не платят зарплату Подробнее об этом далее В сюжете из Донецкой области Жизнь проголодь и тяжелая работа Это о сотрудниках шахты Южно-Донбасская 3 Уже полгода зарплаты не было ни копейки Из-за этого и начали бастовать Только вчера вечером пришла часть долга Меньше трети от общей суммы Шахтеры требуют выплатить все заработанные деньги Я бы ее назвал Это голодная забастовка Потому что уже Я с ребенком боюсь зайти в магазин Чтобы он меня попросил Какие-то конфеты купить Или какую-то сладость Просто уже все накипело Уже просто Уже нет сил просто Мужики, честное слово На шахте работает несколько тысяч человек Меньше месяца назад Здесь еще были слышны обстрелы Совсем недалеко В 40 километрах Занятый боевиками Докучаевск За ним и Донецк Сюда в Угледар все время приезжали беженцы Думали устроиться на шахту Как-то да проживут Сняли квартиры на Угледаре Живут уже полгода этих действий Шахта должна Люди на Угледаре платить нечем Их просто с квартир выгоняют А раньше шахта управления находилась в Донецке Когда началась АТО Сотрудники настояли на переоформлении документов На подконтрольной Украине территории Переоформили Но толку нет Уголь государство забирает А деньги не перечисляет Надруска не производится С отсутствием выплат Из-за должности более 73 миллионов Теперь на работу будет выходить Только дежурная смена Некоторые здесь трудятся Едва ли не со дня основания шахты Ну это так сказать Крик души И вот люди вот Задают вопрос Через вас Задают правительство Почему так случилось Мы хотим работать Мы Должны работать Ну нам не дают этого делать Александр Пантелеймонов Вадим Ревун Подробности Телеканал Интер Холдинг ДТЭК Готов покупать Весь добытый на украинских шахтах уголь По цене полторы тысячи гривен за тонну До этого компании приходилось Закупать более дорогой уголь В России, ЮАР и Австралии Холдинг обвиняет Минэнерго В блокировании продаж отечественного угля Отрицают тут и обвинения В завышении тарифов Из-за чего Украине Якобы приходится покупать электроэнергию В России Нам рассказывают, что Мы импортируем Российскую электроэнергию Дешевле, чем Тариф ДТЭК Чтобы составить Конкуренцию Тариф Конкуренцию ДТЭК Нет 90 копеек Никогда у нас не было такого тарифа Начнем говорить с того, что Россия оплачивает 100% электроэнергии Делается предоплата В валюте А тепловой генерации платится В феврале 70 копеек В марте 80 копеек И 20% неоплата То есть эффективно Наш тариф 60-65 копеек Неспокойный день Пережил Киев Ранним утром У одного из отделений Сбербанка России Прогремел взрыв Спустя несколько часов Обезвредили бомбу Еще в одном отделении Этого банка Но и это еще не все Что сегодня Пережила столица Расскажет Елена Митясова Покореженные двери Выбитые из тепла Ударной волной Повредила даже Металлические конструкции Взрыв у входа в отделение Российского Сбербанка Прогремел рано утром Ни работников Ни клиентов Ни прохожих на улице В этот момент Не было Я только ночью слышала Страшный Гром Я подумала Что это на улице Действительно Гроза начинается Потом поняла Что это По всей видимости Где-то взрыв Потому что Выглянула в окно Была милиция Бахнуло хорошо Но я думал Со стороны На месте Следственная группа Нашла фрагменты Неизвестных предметов Их отправили на экспертизу Позже Уже по иному адресу В другом отделении Сбербанка Пиротехники Обезвредили Самодельное взрывное устройство Я проходил И шел к банкомату Хотел свои деньги Смотрю Какая-то баночка Такая похожая Серебряного цвета Баночка И от него Да Нет Ну не на крыльце На парапетике стояла Ну и к ней Какой-то проводочек Как фитиль Думал фитиль Подошел ближе Еще когда Пластиковая коробочка Привязана Но на этом Череда минирований Не закончилась Полдень Работники еще одного Отделения Сбербанка Сообщили о неизвестном Предмете на крыльце К счастью Это оказалось Всего лишь Свернутая газета Мы работали По громкой связи Передали Всем эвакуироваться Выйти Посетители И все рабочие А это уже Минирование торгового центра Около пяти вечера Работников Универмага Украина Попросили досрочно Закончить рабочий день Милиция Кинологи Пожарная скорая К зданию Подходить ближе Чем на 200 метров Запрещено Внутри Ищут взрывчатку Был вызов Да Вызов По спаслинию 102 Что-нибудь Да на примечении Заминировано Но работники Расходиться не спешили Говорят С начала года Это уже четвертое Сообщение О минировании В этот раз Надеются Что тоже ложное Я думаю Что ничего не будет Это временно Погуляем два часа И вернемся На свои рабочие места На другом конце Киева Практически в это же время Еще из одного торгового центра Срочно эвакуировали Персоналы посетителей Якобы по техническим причинам Через два часа Работу возобновили Елена Митясова Даниэль Красаковский Подробности Телеканал Интер Федерация профсоюзов Украины Требует создать Верховной Раде Временную следственную комиссию По обвинениям в коррупции Кабмина и лично Премьера Яценюка Об этом сообщил Представитель профсоюза В парламенте Нардеп Сергей Каплин Напомню В стране на должности Глава Госфининспекции Николай Гордієнко Обвинил правительство В использовании Коррупционных схем Которые стоили бюджету Семи с половиной Миллиардов гривен Мы разом объединяем Коррупцию Мы слышим Обвинения в коррупции Мы видим эффектное Задержание В прямом эфире Чиновников Но мы не видим результат Вот я боюсь Что за этой шумихой Уйдет на второй план Либо вообще Сойдет на нет Реальная борьба с коррупцией Скандал такого ревня В будь-якой Краине света Призвел бы до того Что И премьер-министр И Инши люди Яки были Загаданы В этих Звоночниках Они Або Самостоятельно Пошли в отставку Або Были б Восторонены В своих посад Даже не отстранены А попросту Выброшены на улицу Сотрудники телеканала ТВАИ Их уже Не кормят Обещаниями Просто Не пускают дальше Входных дверей О новом витке скандала Вокруг ТВАИ Далее в сюжете 23 марта Телеканал ТВАИ Прекратил вещание Его сотрудникам Не выплатили зарплату За три месяца Тогда директор заявила Канал закрыли До лучших времен А сегодня конфликт Получил новый виток Журналистов Даже не пустили На свои рабочие места Чтобы забрать Личные вещи С самого утра У здания телеканала Несколько десятков человек Им обещали Что сегодня Пропустят на работу Но в здании Никто так и не попал Журналисты Вместе с представителями Медиа профсоюза Вызывают милицию После прихода милиции Вышло и руководство Уверяют Никто никого Увольнять за прогулы Не собирается А в офис не пускают Мол нет электричества Техническое обещание Не получилось Запустить электроэнергию На первый этаж Поэтому как бы Нет смысла Сейчас никому Туда выходить Журналисты В полном неведении Когда будет зарплата Никто не говорит Не знают даже К кому обращаться Ну я реально У меня нет И у меня нет Вот за последний Купил Жалко Тогда мы в одной лодочке Да в одной Мы давно в одной лодочке На том и разошлись И не исключают Если в ближайшее время Конфликт не решится Будут подавать в суд Проблемы телеканала Тянутся уже второй год В апреле 2013 года За одну ночь Акции ТВА Перешли из одних рук В другие Уже на утро Помещение телеканала Заняли два десятка молочеков А журналисты С трудом пробивались на работу Прежних менеджеров Не пустили даже на порог Изгнанный собственник Константин Коголовский Сразу же заявил Это рейдерский захват За которым стоит депутат От Народного фронта Николай Кнежицкий В Лондоне Где до сих пор Длится судебная эпопея Это открыто называют Рейдерской атакой О самом же Кнежицком В Украине Два года назад говорили Как о враге прессы Сегодня Несмотря на очередные скандалы Связанные с нардепом Украинская правоохранительная система Эфемида молчат Ольга Рысарь Владимир Самченко Подробности Телеканал Интер Дело более чем на 2 миллиарда гривен МВД расследует Хищение бюджетных денег На предприятиях группы Остки Дмитрия Фирташа Об этом на своей страничке В фейсбуке пишет Министр внутренних дел Арсен Аваков Речь идет о предприятиях Азот Ривный Азот Северодонецкое Объединение Азот И концерн Стирол Уголовное производство Касается должностных лиц Этих предприятий В МВД готовятся Передать материалы В Генеральную прокуратуру Ну а в начале этой недели Советник министра внутренних дел Антон Герасченко И еще несколько нардепов От Народного фронта Потребовали вызвать Дмитрия Фирташа Сергея Левочкина И Валерия Хорошковского На допрос в Генеральную прокуратуру Требовали разобраться Как были куплены Акции телеканала Интер У российского Первого канала И у Хорошковского Депутаты Рассмотрели в этом руку Москвы Мол, это сделали По указке Путина Сам Интер расценил Происходящее Как попытку очередного Политического давления На телеканал Цель которого Запугать СМИ Ну а вот что думают Обо всем этом Политологи Сегодняшняя заявка Что до компаний Из группы Пана Фирташа Вона тоже покликана Десь Сбурить Так и эмоционально Позитивно Сбурить общество Чтобы сказать Что мы активно Працюем Мы что-то там Робуем Дуже важливое Насправді Ну якось Были порушены Какие-то Чему они Чему эти криминальные Справи Криминальные проведения Не были Порушены Рек тому Оппозиция всячески Подвергается Трессингу После того как Оппозиция решила Создать свое Оппозиционное правительство Очевидно что Власть решила Действовать Еще более Решительно В этом отношении Демонстрировать силу А не Склонность к дискуссиям Власть не Слагает надежды Лишить Четыше Его медиа В Кио В том числе Канала Интер И мы видели Вот Петерки Герашченко И заявления Дельных народных Депутатов Все это зрение Отдается Пее И кстати Официальная реакция ДФ Групп Появится уже В ближайшее время Грозила ли Россия НАТО Ядерным оружием Громкий Коррупционный Скандал В Вашингтоне И как Пореченков Чуть карьеру В ДНР Не сделал Об этом И не только Говорим Во второй части Подробностей Покушение На проректора Кому мешает Руководитель Одного из Столичных Вузов Крым Сурового Режима На полуострове Снова Массовые Обыски В домах Крымских Татар Почевать На лаврах Не дадут Саркази Победитель Последних Выборов Снова Идет в суд Местные Выборы Переносить Не будут Несмотря На АТО 25 октября Выборы Состоятся Во всех Областях Украины И на Донбассе Тоже Об этом Сегодня В Тернополе Заявил Президент Петр Порошенко Подчеркнул Сразу После Выборов Пройдет Децентрализация Местные Общины Получат Больше Полномочий И свобод Децентрализация Передбачает Передачу Левого Частины Повноважим Териториальным Громадам Яки Я сподіваюся Врешті Решт Уже Отбудеться Після Місцевых Выборов Яки Мають Отбудеться 25 октября Про Жодное Перенесення Моли Не деться Нехай Не чекают Так само Як я поступил С парламентскими Выборами Так само Будет С місцевыми Выборами До единой Носії Влади В державе Е Украинский Народ Покушение На убийство Практически В центре Киева В подъезде Своего Дома Был ранен Первый Проректор Национальной Академии Медицины Последипломного Образования Юрий Вдовиченко Кто покушался На жизнь Ученого Своё расследование Провели И подробности Выстрел В спину Известный Украинский Ученый Медик Юрий Вдовиченко Получил Войдя В лифт Своего В подъезд Зашёл С чёрного Входа Преступник Скорее всего Ждал с оружием В подъезде Со стороны Парадного Он автоматически Поднялся В лифте Уже раненый Там его Встретил То ли жена То ли ещё Кто-то И потом Он вызвал своего Водителя Или его водители Возвали В родственники И водитель Побежал за ним Уже с месяц Садик Он сприсался Вместе Ушёл Уехали на машине Нападавшего Никто из соседей Не видел Милиция Приехала Через 20 минут Очевидцы Шокированы Случившимся Раньше Говорят Чувство Безопасности Вселяло Соседство С УБОПом УБОП наш Молчал Ничего не видел Хотя он здесь И с другой стороны Сидит охранник Круглосуточный Они не реагировали Ни на звуки Ни на какие-либо Очень было Кромко слышно Что-то взорвалось Они не вышли Не посмотрели Ничего не проверили О пострадавшим И соседи И коллеги Отзываются только хорошо Это просто Шок Это ужас Потому что Это был А то есть Настолько добродушный Настолько Доверчивый Доступный человек Огромное счастье Что он жив Кто стрелял И почему Сам пострадавший Сообщил следователям У него ни с кем Конфликтов не было Ни на работе Ни в личной жизни Его коллеги подтвердили Вчера с работы Уезжал в хорошем настроении Никогда даже На повышенных тонах Ни с кем не разговаривал Сейчас Довиченко В больнице Его прооперировали Угрозы для его жизни нет Говорят врачи В милиции Пока никаких версий Не озвучивают Говорят скорее всего Преступник не профессионал Стрелял из охотничьего ружья По характеру выстрела Громкого шума и дыма Похоже Что это был дробовик Уголовное производство Открыто по статье Покушение на убийство Ирина Баглай Олег Неведомский Подробности Телеканал Интер И опять Массовые обыски В домах крымских татар Российские спецслужбы Проводят операцию В селе Журавки Кировского района Как сообщают Крымские активисты К село установили блокпосты Проверяют весь транспорт А тем временем Полиция обыскивает Дома местных жителей С какой целью Неизвестно По одной из версий Идет проверка условий Хранения огнестрельного оружия По другой Ищут украденный мотоцикл Об этом написал в фейсбуке Глава Центра избиркома Курултая Заир Смедляев На его запрос Силовики сообщили Что проводят Некие антитеррористические учения А прокуратура Крыма В это время Рассылает так называемое Предупреждение Это документ В котором активистов Что любая публичная акция Может быть расценена Как экстремистские действия Такое письмо Уже вручили Первому заместителю Меджлиса Нариману Джилялу И члену Курултая Али Азинбашу Текст документа Азинбаш считает Оскорбительным для себя И планирует обратиться С иском в суд О защите чести и достоинства У них есть информация О том, что Я могу Совершить Какую-то экстремальную Экстремистскую акцию В половике вещей Я должен находиться В статусе Подозреваемого И обвиняемого Этот документ Нужно расценивать Как некую провокацию Может быть На мои более активные действия Экономическая блокада Крыма Негативно сказывается На развитии Херсонской области Аграрий фактически потеряли Крупнейший рынок сбыта Об этом заявляют В оппозиционном блоке Сегодня в Херсоне Оппозиционеры собрались На партийный съезд Выбрали руководство Местной ячейки Говорили и о новых тарифах Еще до подорожания Цены на коммуналку В Херсоне И так были одними Из самых высоких Теперь люди оказались Иногда просто В патовой ситуации Мы подали в конституционный суд Подания о том Чтобы Отменить решение парламента Который закреплял Возможность правительства Не допускать индексации пенсии Практически людей выбрасывают На обочину жизни А второе Мы будем судиться По поводу повышения тарифов Которые вчера В день смеха Наше правительство Преподнесло Россия Угрожает ядерным оружием Чтобы заставить НАТО Отойти подальше От украинской границы Об этом пишет Британская Таймс Со ссылкой на записи Разведчиков США После тайной встречи С коллегами из Москвы Мол Кремль Может отважиться Использовать ядерное оружие В ответ на любые попытки Вернуть Крым В подчинение Украине И вспоминает Ракетные установки Искандер В Калининградской области Пресс-секретарь Путина Уже ответил на статью В Таймс Песков назвал ее Классическим примером Истерии И демонизации России Так это или не так Испугалась НАТО Или нет Но уже завтра В акваторию Черного моря Зайдет американский эсминец Джейсон Данхем Ракетный эсминец Шестого флота ВМС США Официальная причина Которая значится На сайте американского флота Содействие миру И стабильности в регионе А также демонстрация Поддержки союзникам По НАТО Коррупционный скандал В Вашингтоне В его центре Сенатор-демократ Роберт Менендес Один из тех Кто поддерживал Украину И призывал дать ДНР и ЛНР Статус террористических организаций В чем же обвиняют сенатора Детали громкого дела В материале нашего Американского сапкора Дмитрия Еловского Роберт Менендес Уже покинул свой пост В Комитете по международным делам Сената Но еще не сложил Полномочия сенатора Всьму виной скандал Который разгорелся еще в марте Вот теперь прокуроры Выдвинули и 14 пунктов обвинения Все они касаются Коррупции Тайного сговора В частности Речь идет о махинациях С государственными Медицинскими страховками Вот тут кроме Менендеса Есть еще один фигурант Его друг Врач-офтальмолог Саламон Мелгин Следователи уверены Налогоплательщики От этих серых схем Не досчитались Около 9 миллионов долларов Кроме того Сенатор лоббировал интерес На своего приятеля На Капитолийском холме Пытался избавить его От таможенных проверок На границе Когда Мелгин Поставлял портовое оборудование В Доминиканскую республику Но еще есть данные О том что сенатор Летал несколько раз В Доминиканскую республику На личном самолете Мелгин Но не оплатил эти услуги А это по американским законам Между прочим Тоже преступление Менендес естественно Все отрицает Говорит что Следователи оказывается Просто перепутали Дружбу и коррупцию Но ситуация Сугубляется еще и тем Что врачев-тальмовок Это один из Крупных спонсоров Самой демократической партии Так что тут на лицо Ну получается бартер Один дает деньги На избирательную кампанию Другой прямо Лоббирует его интерес И покрывает Серые страховочные схемы Для Менендеса Такой поворот Дело практически Равносилен Краху его карьеры В большой политике Он тяжеловес Еще с 93-го года Избирался членом Палаты представителей А последние 9 лет Работает сенатором В свое время он говорил Что баллотироваться Больше не намерен Просто собирался Ну как бы досидеть До конца этого срока И закончить полномочия В 2018 году Но теперь видимо И этого не получится Так что возможно В ближайшее время В Конгрессе станет На одного сторонника Украины Меньшим Ведь политик Часто выступал За предоставление Украине Военной помощи А еще год назад Россия запретила ему Въезд на свою территорию Фактически признав Фейм официальным врагом Дмитрий Иловский Юрий Романик Подробности Американское бюро Телеканал Интер Российский след Прокуратура Нидерландов Рассматривает версию Причастности Бывших российских военных Катастрофе Малазийского Боинга На востоке Украины Прошлым летом В распоряжении следствия Есть аудиозаписи Телефонных разговоров Одна из них Была обнародована СБУ Сразу после катастрофы Удалось установить Что один из участников Разговора Сергей Петровский Бывший офицер Военной разведки ГРУ Именно он Организовал Транспортировку Ракетной системы Бук На территорию Украины Напомню Самолет был сбит 17 июля прошлого года Над Донецкой областью Погибли 298 человек Найден второй Черный ящик Аэробуса Компании German Wings Который разбился На прошлой неделе В Альпах Следователи Очень надеются Что именно его данные Помогут наконец Понять Что случилось На борту И узнать Действительно ли Самолет умышленно Разбил второй пилот Пока Напомню Это лишь основная версия Также в Германии Активно обсуждают Как повысить Безопасность полетов Что может измениться Уже в ближайшее время Высняла Татьяна Лагунова О втором пилоте Компании German Wings Андреасе Лубице Известно уже больше Чем просто много Следователи знают Что у него были депрессии И он принимал таблетки Что врал врачам Мол сейчас не летает И коллегам Мол совершенно здоров Что незадолго До последнего полета Изучал в интернете Как можно заблокировать Дверь в кабине пилота И как покончить Жизнь с самоубийством Полиция опросила Всех родственников И знакомых Лубица Но почему он вдруг Решил разбить Пассажирский самолет До сих пор непонятно Авиакатастрофа В Альпах Для Германии Это не только Огромная трагедия Но и сигнал Пора менять систему Все немецкие авиакомпании Уже ввели Правила двух человек В кабине А эксперты и политики Обсуждают Как еще можно Повысить безопасность Во время полетов Усовершенствовать Медицинские И психологические Тесты для пилотов Отменить механизм Полной блокировки Дверей в кабине Самолета Но при этом Сделать так Чтобы туда Не проник посторонний Пока это идеи Которые вскоре Могут воплотить в жизнь Немецкие чиновники Объявили Они создают Специальную группу Экспертов Их задача Разработать Новую концепцию Безопасности Рассматриваются Любые предложения Кроме отмены Врачебной тайны Пока Доверие Которое пилоты Испытывают К нашим Летным врачам Очень ценно Я думаю Мы ничего Не выиграем От смягчения Врачебной тайны Это может Только ухудшить Ситуацию Мы не будем Принимать Скоропалительных Решений Есть идеи У силовиков Министр внутренних дел Германии Предложил Во время перелета В рамках Шенгенской зоны Обязательно Проверять У пассажиров Паспорта Либо удостоверение Личности Сейчас эти документы Просят от случая К случаю Вычислить пилота Самоубийцу Эта мера Конечно не поможет А вот потенциального Террориста Вполне Татьяна Мугунова Вячеслав Фролов Подробности Немецкое Бюро телеканала Интер Украинцы могут Получить шанс Летать дешевле Но из Львова С апреля В качестве эксперимента Там заработал Принцип Открытого неба Отныне Любая иностранная Авиакомпания Сможет без преград Получить разрешение Летать во Львов Об этом написал В своем блоге Министр инфраструктуры Андрей Пивоварский Речь идет о странах Европы, Азии, Африки И Америки Также по словам Пивоварского Заявки на маршруты Могут подавать И украинские перевозчики А снятие ограничений Уверенный автор инновации Увеличит пассажиропоток Во Львовском аэропорту И привлечет туристов В Украину О чем мечтает Старейшая женщина планеты Шоколадный Камбербэтч В натуральную величину Кстати И на что жалуется Британская королева А в этом не только Давайте посмотрим В нашем обзоре Британская королева Пожаловалась Что подарки Для монаршей семьи Уже не те В числе недавних презентов Для Елизаветы II Скребница И бутылка С родниковой водой Посетив библиотеку Винзори И впервые увидев Книгу поэзии Которую вручил Королевской семье В 1812 Шах Персии Королева пришла к выводу Что у предшественников С подарками дела Обстояли лучше Стивен Хокинг Станет торговой маркой Знаменитый физик Уже начал процедуру Дегистрации Своего имени Сейчас сувениры С его изображением Продают в интернете Вырученные от продажи Деньги Ученые планируют Потратить на благотворительность Хокинг Один из наиболее влиятельных И известных Широкой общественности Физиков Теоретиков Нашего времени Тираж его книги Короткая история времени Превысил 20 миллионов экземпляров Мила Йовович Во второй раз Стала мамой Накануне 39-летняя Голливудская актриса С украинскими корнями Родила дочь Дэшель Иден В соцсетях Йовович Выложила фото Малышки А представитель актрисы Сообщил И мама И новорожденная Чувствуют себя прекрасно Муж актрисы Режиссер Пол Андерсон Безмерно счастлив Марихуана К празднику Не грех В преддверии Песаха Группа Авторитетных Равинов В Израиле Издала постановление Которое гласит Каннабис Кошерный А значит Религия Разрешает Принимать его На праздники Однако Равины Напоминают Наркотики Вредны для здоровья Поэтому Увлекаться Марихуаной Все-таки Не советуют Отличились Перед Пасхой И британские Кондитеры Они изготовили Шоколадного Бенедикта Камбербэтча Сладкая скульптура Актера Весит 40 килограммов Высота Ее Метр восемьдесят На изготовление Ушло 500 плиток Шоколада Перед тем Как приступить К работе Кондитеры Опросили британцев Какой по их мнению Актер Самый вкусный Победил Камбербэтч Мечта Старейшей Самая пожилая Женщина в мире Пригласила на свой День рождения Барака Обаму 4 июля Американке Гертруде Уивер Исполняется 117 Ее заветное Желание Отметить этот день В компании Любимого президента В прошлом году Обама на торжество Не пришел Однако Так как Гертруда Надежды не теряет Самой старшей На земле Женщина стала Накануне После смерти Японки Месао Акавы Победителей Судят Во Франции После победы На выборах В регионах Где правой Набрали 2 трети Саркази Саркази Опять пришла Повестка В суд Финансовый Французские законы Созданы для того Чтобы воплотить Жизнь Мечту о свободе Равенстве И братстве И дабы все политические Партии Имели равные Условия на выборах Для избирательных Компаний Установленный вид 22,5 миллиона евро Николай Саркази Человек деятельный Любит Помпезные шоу И в 2012 Он превысил Все ограничения Встречи с избирателями Стоили гораздо больше Чем позволяет закон Партии попытались Перерасход скрыть Используя поддельные чеки Но тайное стало явным И Саркази Пришлось уплатить штраф Правда и здесь Он нарушил закон Так как взял деньги Из партийной кассы С тех пор Бывшего президента Таскают по судам Пока в качестве Ассистированного свидетеля Это такой промежуточный статус Между просто Свидетелями и подозреваемым А вот для троих Его товарищей История может закончиться Скамье посудимых Казначея Руководителя избирательной Компании И юриста партии Сегодня задержали Главное обвинение Подделка документов Следователи уже два года Бьются над вопросом Кто давал указания Скрыть перерасход И знал ли о действиях Однопартийцев Сам Саркази Он конечно же утверждает Что нет И судя по результатам Региональных выборов Французы ему верят София Гордиенко Василий Трюшковский Подробности Европейское бюро телеканала Интера Ах какой могла быть карьера Российскому актеру Михаилу Пореченкову Предложили стать Министром культуры Самопровозглашенной ДНР Это первоапрельский розыгрыш От известного пранкера Вован-222 Который не раз по телефону Дурачил российских политиков и звезд В разговоре Шутник представился Денисом Пушириным Предложение скандального актера Весьма заинтересовало У нас господин Захарченко Посчитал, что вы могли бы подойти на пост министра культуры Вы не совсем знакомы с культурой нашего региона Но может быть вас заинтересует Тем более какой-то хороший пиар-ход Государственной должности мне вот тяжело Хотя дайте мне просто подумать Это все на сегодня Спасибо, что смотрели До встречи в подробностях Субтитры создавал DimaTorzok